Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не все разделяли радость от скорого окончания войны в Европе, прикидывали баланс сил, уже новый, послевоенный, подсчитывали дивизии и ресурсы. Традиционному сопернику, этому так мозолившему взгляд, пятну в одну шестую суши в планах и замыслах возвращался титул главного врага. Тем более нынешний враг, по-досадному для многих членов клуба избранных, недоразумению, уже корчился в предсмертной агонии. Деловым людям, не испорченным сентиментальностью, хотелось получить выгоду даже в таком положении. Война была одной из самых выгодных разновидностей бизнеса. Эту истину потомки лихих парней в кожаных штанах для верховой езды и изделия мистера Кольта в кармане понимали лучше, чем закон Божий в элитных школах, куда попадали далеко не все. В 1918 году Соединенные Штаты Америки взяли свой первый в этом столетии джекпот. Старые и не очень империи лежали в руинах, противники были низвергнуты в нищету и разруху. Победители, истекая кровью и умываясь потом с усталых лиц, оперлись на заботливо подставленную руку добрейшего дядюшки Сэма. Он был весьма великодушен, поставляя еще совсем недавно надрывающиеся антанты, пулеметы, грузовики, тушенку и всякую полезную всячину за умеренную плату в неумеренных количествах. Весьма выгодное предприятие стабильно давало доход. Правда, в начале 1918 года уже чуть не обанкротилось и пришлось посылать парней через океан. После окончания стрельбы в большом салуне под названием «Европа» туда отправился ослепительно улыбающийся Вудро Вильсон, сразу пояснив, кто является старшим партнером по бизнесу, а кто кофе подносил, как бы там воинственно не топорщились у целей, мистера Климансона. Мирные послевоенные годы были не на пользу дядюшке Сэму. Если экономический кризис 1920-1921 годов вызвал только острую мигрень, то куда более серьезный недуг 1929-1933 привел к тяжелой депрессии. Консилиум лекарей финансов и капиталов большого бизнеса прописал в качестве эффективного средства лечение активную внешнеполитическую деятельность. Справедливости ради не все этого хотели. Имела место опасная для пациента ересь под названием «изоляционизм». Суть ее базировалась на вполне логичных постулатах. «Европа далеко, она весьма странная и вообще мы на этом берегу, а вы на том». Вставший у руля среди волн кризиса Франклин Рузвельд маневрировал умело и осторожно. США подчеркнуто дистанцировалось от итало-эфиопской и гражданской войны в Испании. Но в Европе вновь все ощутимее пахло порохом. Бывший ефрейтор кайзеровской армии, который произносил свои зажигательные речи в пивных и на митингах, встал во главе Германии, а потом разразилась гроза. Вначале дядюшка Сэм не спешил на склад, бурча себе под нос, что это не его драка. Однако хорошо знающие этого персонажа господа позволяли себе усомниться в искренности прожженного плута. Родина отцов-основателей, владыча-марей, стыдливо прячущая заплатки на некогда вычурном и дорогом платье, плюнув на гордость, обратилась к заокеанским кузенам за помощью. И они помогли, руководствуясь высказанной Рузвельтом Аксиомой, о продаже пожарного шланга соседу, у которого горит дом. И гордая империя, кривясь и не краснея, не то время, чтобы смущаться, отдавала свои острова и базы за горсть старых эсминцев. Но дядюшка Сэм был бы простым бесхитростным обывателем, и если бы позабыл о тех, кто забрасывал факелы в дом поиздержавшегося соседа. Они тоже нуждаются и могли бы что-нибудь купить. Ведь деловые люди всегда найдут между собой нечто общее. Официально Германия объявила войну США 11 декабря 1941 года, но фактически боевые действия между немецкими подводными лодками и американскими эскортными кораблями, велись уже задолго до этой даты. Пока воды Атлантики, в который раз окрашенные кровью и мазутом, вспенивались следами торпед, в тиши уютных кабинетов подсчитывались прибыли и убытки. Вторые были немалыми, но планируемые цирферы первых просто впечатляли. И были отчаянные джельтмены, которые помнили советы дедов, любящих поворчать у камина о ярости краснокожих. Фортуну мало взять за руку, надо заставить ее присесть рядом с собой и выпить на бруненшафт. Германия, обладающая промышленностью одной из самых развитых у мира, оказалась фактически в изоляции. Дефицитное сырье, так необходимое для многих видов производства, приходилось изыскивать буквально с цирковой артистичностью. Почтенные джельтмены, среди которых были не только потомки успешных, золотоискателей и пионеров Дикого Запада, но и выходцы из хороших семей с традициями и манерами, не могли равнодушно взирать на такие затруднения других, не менее родовитых коллег. Ничего, что они были врагами, какая мелочь. Германские и американские фирмы были связаны прочными узами, и партнерства еще с осени 1924 по 1929 годы. Немецкая промышленность получила займов более 1 миллиарда долларов. Сумма более чем внушительная в ценах того времени. К началу 1930-х годов в Германии уже действовало более 60 заводов и предприятий, которые являлись филиалами заокеанских фирм. Весной 1938 года финансово-промышленная группа «Моргана» подписала взаимовыгодное соглашение с европейским стальным трестом, основу которого составляли германские корпорации, о выдаче премий и бонусов тем странам, которые не используют квоту на экспорт стали. 17 июня 1940 года, когда исход немецкого наступления на Западе уже не вызывал особых сомнений, Рузвельт попытался купировать возможную утечку крупных финансовых средств из США, приказав заморозить французские активы в американских банках. Но не прошло и нескольких часов после подписания указа, как некто из руководства Райффеллеровского Chase National Bank распорядился перевести миллион долларов со счетов латиноамериканского отделения франко-итальянского банка на специальные счета в Аргентине и Уругвая, странах, известных в то время своей прогерманской направленности. Война войной, а партнеров подводить нельзя. Примеров сотрудничества американских банков с германским Рейсбанком великое множество. Не отставали от банкиров и промышленников. Нефтяной исполин Standard Oil тесно сотрудничал с химическим гигантом ИГ, Форбеннинг Дустрин. Таких примеров было множество, поскольку капитаны большого бизнеса руководствовались простым, прагматичным и находящимся вне категории добра или зла принципом. Ничего личного, только бизнес. Да эти корпоративные партнерские связи сохранились и после 11 декабря 1941 года. Standard Oil успешно приторговывал нефтью с Рейхом через нейтральную Испанию и Швейцарию. Крупнейшие банки, например, Chase Bank, принадлежавший семье Рокфеллеров, совершали крупные сделки в оккупированном Париже с полного согласия своего руководства. На территории, занятой вермахтом Франции, спокойно работали заводы, принадлежащие одному из крупнейших автопроизводителей, Форду. И нет никаких сомнений, для чьих нужд использовались выпущенные ими машины. Руководитель Международной Американской Телефонной Корпорации ИТТ, мистер Состенес Бен, пошел еще дальше. Он отправился через Испанию в Берн, где имел плотные деловые контакты с партнерами по бизнесу. Партнеры были немного озабочены и нуждались в консультациях по вопросу усовершенствования системы, наведения новейших управляемых бомб. Через страны Латинской Америки осуществлялась поставка американских шарикоподшипников в Германию. Причем о конечном пути следования продукции знали даже в правительственных кругах. Нельзя же идти против корпоративной этики и традиций. Финансовая и промышленная верхушка США представляла, да и представляет по всей видимости и сейчас, некий закрытый клуб избранных, внутри которого действуют отличные, только ему собственные законы и правила. И эти правила стояли выше федерального законодательства, конституции со всеми поправками, декларации независимости и таких неуместных понятий, как совесть. Сумма американских инвестиций в Германию накануне 11 декабря вплотную приблизилась к полумиллиарду долларов, и от таких средств джельтмены отказываться не желали. В самой Германии делали попытки пресечь деятельность некоторых вражеских в кавычках корпораций, но поскольку никто иной, как Вальтер Шеленберг, будучи сначала заместителем, а потом и руководителем 6-го управления РСХА, то есть внешней разведки, по совместительству входил в совет директоров и ТТ. Все эти попытки помешать деловым отношениям были спущены на тормозах. Франклин Рузвельт был тоже посвящен в деликатной связи бизнес-кругов своей страны противника. За многими узнал более активных сторонников делового партнерства, например, Джеймсом Муни из «Дженерал Мотор» и Уильямом Дэвисом из «Дэвис Оил Компани». По причине досадного состояния войны было даже установлено наблюдение, но наблюдением все и ограничилось. Ссоры с корпоративной избы не выносят, а глубоко прячут. Рузвельт тоже принадлежал к этому кругу и знал правила игры. Военное противоборство западных стран и Германии многие в обоих лагерях рассматривали как некую досадную случайность, недоразумение, трагическую ошибку. Общий взгляд на происходящее, менталитет, мировоззрение все это давало хоть и зыбкую, но почву для возможного концентра. Первыми над проблемой заключения некоего соглашения стали задумываться, очевидно, в Германии. Начавшаяся вроде бы бодро и уверенно восточная кампания уже осенью 1941 года стала давать первые сбои. Война на два фронта встала перед рейхом в полный рост. Он фактически вел неограниченную войну, располагая по сравнению со своими противниками весьма ограниченными ресурсами. В Германии существовала некоторая оппозиция Гитлеру. Оппозиция, конечно, молчаливая и осторожная. Многие военные, дипломаты, крупные чиновники были не в восторге от того опасного и зыбкого пути, на который встала марширующая в коричневых рубашках и черных мундирах «Родина Баха» и «Гёте». Превалировала в основном мысль не ссориться с Западом, поскольку в Советском Союзе видели не партнера, а скорее угрозу. Начавшаяся война ускорила мыслительные процессы альтернативно рассуждающей германской верхушки. Наиболее трезвомышлящие и прагматичные уже чувствовали холод бездны, куда неуклонно катилась их страна. От первых зондажек почвы для возможных переговоров ведомства Шелленберга узнала уже осенью 1941 года, когда попавший в опалу видный дипломат Уиллерих фон Хастель имел доверительные беседы с представителем американских банковских кругов Станфордом. Последний передал слова Рузвельта об аресте и передаче Гитлера союзникам, как о необходимом условии для урегулирования конфликта. После вступления в войну США дипломатические контакты стали неофициальными и замаскированными. Впрочем, те, кому положено, знали о состоянии дел в обеих странах. Прагматичный Шелленберг, имевший обширные связи в деловых кругах, отнюдь не был одержим навязчивой идеей войны до последней возможности. Прощупывание почвы велось по нескольким каналам. В первую очередь через престарелого князя Эрнста Гогенлоя, вышедшего через свои старые связи через Лиссабон на представителей США. Тем временем, пик военных успехов стран России был пройден, и шансов на победоносное окончание войны не осталось. Главным условием установления мира, сформулированным на Тегеранской конференции глав союзных держав, была только безоговорочная капитуляция. А капитулировать не хотелось, тем более перед русскими. Этот дискомфорт ощущали и за океаном, где преисполненные внутреннего достоинства джентмены, курящие дорогие сигары, считали союз с коммунистами лишь меньшим из зол. Успехи Красной Армии не радовали их, а вызывали чувства, очень похожие на озабоченность. Некоторые уже взывали к логике и прагматизму ведения бизнеса. Например, генерал Маршал направил Рузвельту меморандум, в котором убедительно настаивал на снижении военных поставок в Советский Союз. Это, по мнению автора одноименного экономического плана, должно было серьезно снизить темпы продвижения Красной Армии. Количество сторонников более жесткого и недружественного внешнеполитического курса в отношении СССР все больше увеличивалось в руководстве США. Осенью 1944 года под давлением оппозиции Рузвельт поменял лояльного Советскому Союзу Генри Уоллиса на Гарри Трумэна на посту вице-президента. К моменту начала Второй мировой войны для авиации Рейха американские компании поставили тысячи авиадвигателей и, главное, лицензии на их производство. Например, двигатели BMW Hornet, которыми были оснащен самый массовый транспортный самолет Германии Юнкерс 52, производились по лицензии американской компании Pratt и Whitney. General Motors в Германии принадлежал Opel. На заводах этой компании штамповалась бронетехника Рейха, а также почти 50% силовых агрегатов-бомбардировщиков Юнкерс 88. В 1943 году немецкий филиал General Motors разработал и стал выпускать моторы для Мессершмитт 262, первого реактивного истребителя Люфтваффе. Компания IBM за время Второй мировой войны сумела утроить свой капитал. Значительная его часть была получена за счет сотрудничества с Гитлером. Поставляемые через немецкий филиал счетные машины позволили нацистам в сжатые сроки провести перепись населения оккупированных стран и определить количество лиц, подлежащих аресту. Оборудование помогало методам перекрестного анализа выявлять даже тех евреев, которые уже несколько поколений тщательно скрывали свое происхождение. Своими счетными машинами, запчастями к ним и специальной бумагой IBM снабжало множество ведомств Рейха, в том числе концлагеря. Разумеется, на словах правительства Соединенных Штатов противодействовало сговору американских же корпораций с нацистами. Например, в ходе войны был принят закон торговля с врагом, предусматривавший суровые крательные меры за подобное сотрудничество. Но на деле многочисленные лоббисты, засланные толстосумами во все эшелоны власти, помогали тем обходить любые препоны. Американский юрист Джеймс Мартин, выступивший среди прочих, против практики экономического сотрудничества с врагом, в своей книге «Братство бизнеса» писал, «В Германии нам мешали не немецкие, а американские бизнесмены. Те, кто нам мешал, действовали из Соединенных Штатов, но действовали не открыто. Нам мешал не какой-нибудь закон, утвержденный Конгрессом, не приказ президента Соединенных Штатов, не решение президента, или кого-либо из членов кабинета об изменении политического курса. Короче говоря, формально мешало нам не правительство, но мешавшая нам сила, как это было ясно совершенно, держала в своих руках те рычаги, при помощи которых обычно действует правительство. Перед лицом растущей экономической мощи правительство относительно бессильное, и это, конечно, не новость. Даже после того, как Германия объявила войну США, ряд крупнейших американских компаний при полном попустительстве Белого дома продолжал сотрудничать с Гитлером. Нефтяная корпорация Standard Oil Нью-Джерси поставила нацистам бензина и смазочных материалов на 20 миллионов долларов. До самой высадки американских войск во Франции танкерный флот, нейтральный в кавычках Испании, работал почти исключительно на нужный вермахта, снабжая его американским черным золотом, формально предназначенным для Мадрида. Даже в первые месяцы 1944 года Германия реэкспортировала из Испании 48 тысяч тонн нефти ежемесячно. То же происходило и с другим стратегическим сырьем – каучуком. В то время, когда Штаты оказались неспособны снабжать свою собственную армию сырьем, в частности синтетическим каучуком, Standard Oil заключила сделку с гитлеровской Германией, согласно которой компания обязалась осуществлять регулярные поставки сырья, топлива и каучука за океан, в Германию, Италию и Австрию. В итоге американская армия осталась ни с чем. Поставки необходимого сырья были расписаны кланом ракфеллеров на 8 лет вперед. Когда США вступили во Вторую мировую войну, американское правительство было вынуждено договариваться с подставной английской конторой, продававшей каучук и другие необходимые ресурсы, купленные у германских концернов, которые, в свою очередь, отоваривались у ракфеллера. Таким образом, когда американцы через третьих лиц приобретали свое же сырье, Standard Oil получала сверхдоходы и с той, и с другой стороны. В 1942 году в США грянул небольшой скандал. Standard Oil намеренно сократила поставки метанола для армии США. Метанол использовался для производства смазочных материалов на основе природного газа необходимых авиации при полетах на больших высотах, уксусной кислоты, компонент взрывчатки и синтетического каучука. Наконец, в 1943 году ракфеллерами в оккупированную Францию было продано 25 тысяч тонн сульфата аммония, компонент взрывчатки, и 10 тысяч тонн хлопка, несмотря на то, что нехватка этих товаров остро ощущалась в Соединенных Штатах. А еще к немцам из-за океана шел синтетический каучук и, конечно, множество запчастей для авиационной и автомобильной промышленности, для танков. Особую ценность представляли 1100 тонн вольфрама, полученные в ходе войны Германии от Соединенных Штатов. Как известно, вольфрам был ключевым компонентом в производстве противотанковых снарядов и электронной промышленности. Темная история была связана с концерном СКФ, крупнейшим в мире производителем шарикоподшипников. В то время, как гигантские партии подшипников более 600 тысяч ежегодно отправлялись через Южную Америку нацистским клиентам, авиационная корпорация Кертис Райт, производившая двигатели для американских военно-воздушных сил, долгое время вообще не получала от СКФ заветных стальных шариков. Пратт и Уитни, еще один производитель авиадвигателей, из-за срывов поставок подшипников от СКФ также был вынужден сократить объемы производства. Из-за изношенных двигателей самолеты терпели аварии, гибли люди, часть новых машин вообще не могла подняться в воздух. Но СКФ интересовала лишь прибыль, а немцы платили больше. Когда 14 октября 1943 года командующий американской авиацией США генерал Генри Арнольд отдал приказ совершить воздушный налет на шарикоподшипниковый завод СКФ в немецком Швайбфурде, противник каким-то образом прознал от операции и сумел подготовить оборону, сбив в результате 60 американских самолетов. 19 октября Арнольд Безобиняков заявил лондонской Нью Хроникл. Они бы не смогли организовать оборону, если бы не были предупреждены заранее. Кто предупредил немецкий филиал, думаю, объяснять излишне. Помогли американские корпорации Рейху им с военными разработками. В разгар войны специалисты, контролируемые Морганами, многонациональной телефонной корпорацией США International Telephone Telegraph, рука об руку работали с немецкими коллегами на территории Швейцарии, имея отличную крышу со стороны германских спецслужб. Одним из акционеров ИТТ был начальник политической разведки службы безопасности Вальтер Шилленберг, А глава ИТТ, полковник Состенет Бен, в разгар войны оказывал нацистам помощь в совершенствовании управляемых авиабомб. С помощью таких бомб немцы варварски разрушали Лондон, потопили и повредили множество судов, среди которых, по иронии судьбы, оказались и американские, например, американский крейсер «Саванна». Когда на Нюрнбергском процессе судили президента Рейхсбанка и гитлеровского министра экономики Ялмара Шахта, он припомнил о связях Опеля с Дженерал Моторс и предложил посадить на скамью подсудимых капитанов американского бизнеса. Разумеется, предложение не было принято. За время войны американская территория не пострадала от слова совсем, не было таких катастрофических разрушений, как в СССР, где десятки крупных городов были буквально стерты с лица земли. Загрузка промышленности была на максимуме. Достаточно таких данных с 1938 по 1945 годы производство в Соединенных Штатах выросло на 40%. ВВП за военные годы выросло на 70%. Да, доходы от Линдлиза нельзя назвать высоким, скорее затраты были убыточными. Но властям удалось оживить практически все сферы экономики, а безработица снизилась практически до нуля. Несмотря на то, что внешний долг рос, Соединенные Штаты фактически кредитовали свою экономику, но при этом благосостояние граждан росло огромным темпом. Кроме обогащения за счет помощи антигитлеровским странам, Некоторые компании США активно сотрудничали из гитлеровской Германии в частности. Американская компания Standard Oil, компания Рокфеллера, поставляла топливо нацистам вплоть до 1945 года, то есть до того момента, пока немцы могли платить. А структуры семейства Рокфеллеров финансировали гитлеровцев, особо не скрываясь. Американская корпорация International Telephone & Telegraph поставляла в Германию радиолокационные оборудования, телефоны, взрыватели для снарядов, тех снарядов, при помощи которых немцы бомбили Лондон. Здорово, не правда ли? Таким образом, Вторая мировая война для США стала мощнейшим толчком, который и вывел страну из депрессии в разряд сверхдержавы. И американцам впору поставить памятник Гитлеру о начале войны отмечать как национальный праздник. На этом, друзья, у меня все. Подписывайтесь на канал, впереди вас ждут новые публикации и всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok